Здравствуйте! Мы на библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. И вот такой вопрос нам поступил. «Осуждение православной церковью геев — это нарушение заповеди «Да любите друг друга». И автор ссылается на текст заповеди, взятый из Евангелия Таана, 13 главы 34 стиха. Вопрос о нетрадиционной сексуальной ориентации, отношении церкви к этому вопросу действительно очень важный. И здесь очень много путаницы. Во-первых, по поводу осуждения. Церковь вообще не судит никого. Суд происходит. Это очень важно. Даже когда Господь изгонял Адама и Еву из рая, если мы посмотрим, как этот вопрос сформулирован в Библии, то мы увидим, что сформулирован он следующим образом. «За то, что ты сделал это, проклятая земля за тебя» и так далее. То есть не говорит, не изрекает Господь осуждение или проклятие самому человеку. Если вы ходите через дорогу в неположенном месте, вас собьет машина, это вовсе не значит, что вас наказал Господь. Это и следствие нарушения вами тех правил дорожного движения, которые, собственно, установлены у нас с вами. Как говорят, правила дорожного движения написаны кровью на асфальте. Точно так же и заповеди Божии, они написаны трагедиями и кровью в судьбах людей. Так вот, по поводу того, как церковь относится к вопросу нетрадиционной сексуальной ориентации. Вообще, если мы посмотрим, например, Ветхий Завет, книгу Левит, где прямо сказано, что если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Мы видим, что Господь в Ветхом Завете за подобный грех предписывал наказание смерть. Но надо сказать, что если мы посмотрим на стихи Священного Писания чуть выше или чуть ниже, то мы видим, что там кроме этого написано много чего еще. Ну, например, написано. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, это всего на три стиха выше. Или если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, то будет предан и смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. То есть мы видим, что подобный грех, он стоит в одном ряду с тем, что называется прелюбодеянием, с интимными отношениями между людьми, состоящими в браке не друг с другом. Также здесь, в следующем стихе осуждается инцест. «Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они добудут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них». И так далее. То есть мы видим, что Священное Писание выделяет множество блудных грехов, в которые оно, по сути дела, помещает все, что не связано с интимными отношениями мужчины и женщины в браке, в то, что называется сейчас словом «любодеяние», «прелюбодеяние», «блуд». И, по сути дела, Ветхий Завет требовал за все эти грехи одного наказания – смерть. Понятно, что Новый Завет и Господь наш Иисус Христос наказание смертью в этой жизни за подобные грехи не подтвердил. Однако от этого меньшими грехами они не стали. Слова эти изречены Господом, и важно понимать, что точно так же, как измена своей жене или интимное отношение с человеком, который при этом сам изменяет своей жене или своему мужу, является смертным грехом. Собственно, смертными грехами мы называем те грехи, наказание за которые в Ветхом Завете было смерть. Я вам только что прочитал, что за эти блудные грехи Ветхий Завет предписывал наказание смертью. Теперь по поводу людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Можно долго спорить, и мы знаем, что у современных ученых нет единого согласия, каким образом человек приобретает эту самую нетрадиционную сексуальную ориентацию. То ли это генетически врожденная вещь, то ли это приобретенная какая-то вещь в результате каких-то травм, возможных последствий чего-то, каких-то событий, произошедших в жизни человека. В нашем обсуждении это не важно. Важно, что человек имеет влечение к лицу своего пола. Является ли само по себе эта его ориентация грехом перед Богом? Если человек не дает этой своей ориентации дойти до дела, то тогда грехом, безусловно, это не является. Точно так же, как, например, в каком смысле не является? Является, но гораздо меньшим. Например, Господь сказал, что всякий смотрящий на женщину с вожделением уже пролюбодействовал с ней в сердце своем. А наказание, как мы помним, за пролюбодеяние смерть. Все равно мы понимаем, что грех в помысли, грех в чувстве и грех в действии – это все-таки не совсем одно и то же. Одно дело, я, проходя по летней улице не очень чистым взглядом, смотрел на мимо проходящих меня девушек в коротких юг. Другое дело, я приступил к действиям и попытался изменить собственной жене. Понятно, что мера греха разная. А я, как православный человек, призван бороться с любыми проявлениями любодейной или пролюбодейной страсти, стараться и на девушек с вожделением не смотреть. Несмотря на то, что, как человек традиционно ориентированный, я, безусловно, испытываю интерес к лицам противоположного пола. Но если я не даю развиваться ни моим чувствам в этом направлении, ни моим действиям, тогда греха я практически не имею или имею грех минимальный. Значит, что же делать людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Само по себе их ориентация грехом не является. И церковь ни в коем случае не осуждает людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Я вам могу сказать, что в московских приходах и в нашем приходе, в котором я служу, встречаются люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией обоих полов, как мужчины, так и женщины. И в том случае, если они никоим образом не переводят свои ощущения, свои чувства к противоположному полу в действия, если они начинают, начиная с помыслов, испытывать сначала специально или возгревать в себе, или поддерживать блудные помыслы, и тем более, если они не переходят к активным действиям, то есть не вступают в интимные связи с лицом своего пола, то такие люди, безусловно, являются полноценными членами православной церкви, могут приступать к таинствам, ко всем, к исповеди, к причастию, и никакой дискриминации по отношению к себе они испытывать не будут. То есть церковь, вне всяких сомнений, не осуждает этих людей. Она может осуждать их поступки, точно так же, как она осуждает измену, точно так же, как она осуждает свободные связи вне брака. Это очень важно понимать. Мы, к сожалению, с вами живем в культуре, я имею в виду светскую культуру, в которой интимные связи вне брака являются как будто бы нормой. Весь кинематограф наполнен ситуациями, когда люди познакомились и в этот же вечер, или, по крайней мере, на следующий день оказались в одной постели. И вроде бы как ничего страшного. А люди с нетрадиционной ориентацией сразу, ой, кошмар, караул. Значит, очень важно понимать, что, в принципе, Библия ставит эти грехи в один ряд. И как серьезным, действительно серьезным грехом является супружеская измена или сожительство с лицом, состоящим в браке с другим человеком, то есть прелюбодеяние, точно так же, как серьезным грехом является любодеяние, то есть интимные отношения, состояние в связи с лицом, с которым вы не состоите в браке, даже если не вы, не ваш любодеянный партнер тоже не состоит в браке. Точно так же и связь между людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, безусловно, осуждается церковью. Не сами эти люди, а их действия, то есть их связь. Это очень важно понимать, и как только удается вот таким людям, которые хотят прийти к Богу, стоят на пути выцерковления, объясняешь эту ситуацию, то всякие там обиды и слова, что вот, церковь нас осуждает, потому что мы не такие, как все. Вовсе нет. Церковь не осуждает людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но она осуждает грех. А грехи бывают разные, мы только что с вами разобрали, что даже в области интимных отношений эти грехи бывают самые разные и у людей с традиционной ориентацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова